День для освящения храма выбрали не случайно. Именно 2 мая православные верующие чтят память Матроны Московской. Для совершения священного обряда в Сочи специально прибыл митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Строительство началось в 2009 году и было завершено совсем недавно. Автор проекта – нынешний настоятель, протеерей Игорь Лаврик. Возводили церковь, как говорится, всем миром на пожертвования прихожан храма святого апостола Андрея Первозванного. Теперь они составят единый храмовый комплекс. У нас в этом храме есть икона в честь Блаженной Матроны и есть частица мощей святой Блаженной Матроны. Так что будем прибегать к ее помощи, к ее заступничеству, чтобы она была нашей ходатайцей, молитвенницей, чтобы мир, благополучие в наших сердцах, в наших душах, в нашей семье, в нашем городе пребывали всегда с нами. В этот день здесь собралось все сочинское духовенство, казаки центрального района, в том числе и учащиеся казачьи школы. Вся история России связана с православием, всегда была, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, как сейчас выясняются многие факты. Провозили иконы над Москвой, на самолете жуков пролетал, чтобы действительно выстояла Москва. То есть это событие знаковое. Конечно, дети должны понимать, что главное это православие на сегодняшний день. Недаром все события, которые в мире идут, они все возле православных стран, поэтому действительно надо, чтобы мы приучались к этой культуре. Это наша культура. На богослужение по случаю открытия храма пришло столько людей, что не все желающие смогли попасть внутрь. Для наших горожан храм – это, наверное, очень важное духовное событие, потому что храм – это и вера, и это воспитание. И чем больше будет храмов, тем больше возможностей будет у наших горожан посещать храмы, верить, воспитываться. И это, конечно, вне всякого сомнения, очень важное событие, очень нужное событие. После завершения обряда освящения храма священнослужители и прихожане совершили крестный ход, а после отправились на литургию. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.